здравствуйте друзья читаю вопрос здравствуйте михаил и светлана меня зовут ольга я из сибири город кемерово у нас трое мальчишек молодцы и знаки старший заканчивает в этом году школу то есть лет что там 17 18 уже примерно года полтора два дома мы разговаривали о том что сын будет поступать в вуз в новосибирске в течение этого учебного года он регулярно посещал дополнительные занятия с репетиторами и как мне казалось готовился к поступлению и вот недавно я завела разговор о скором поступлении на что сын мне ответил что возможно вообще не будет поступать а будет заниматься своим бизнесом и за пять лет гораздо большего достигнет нежели терять время на учебу это известие поначалу ввергла нас с мужем в некоторый ступор нас учили что нужно учиться получать высшее образование как я вас понимаю и так далее у сына же совершенно свое видение вообще парень целеустремленный на месте не сидит уже имеет навыки переговоров умеет созваниваться договариваться иногда ему звонят и пишут вполне взрослые люди договариваются о продвижении своих товаров и услуг я как-то спросила зачем этим дядям нужен ты мальчишка на что он ответил что они не знают как продвинуть свою продукцию а я знаю и ведь делает и деньги у него есть подал заявку хочет купить какую-то франшизу михаил может вы со светланой подскажете как вы думаете может отступиться и не мешать он говорит что если вы по жизни нужны будут какие-то навыки он всегда может научиться им я сначала сильно переживала а теперь думаю может пусть делает как хочет ведь это его жизнь спасибо заранее за ответ хорошая тема у нас таких еще не было есть есть о чем поговорить ну что же давайте я начну сначала с того что вы как бы с сыном немножко на разных языках разговариваете то есть вы ему говорите получать надо образование а он говорит если мне какие-то навыки будут нужны то я их могу легко подхватить и я вот пару дней назад рассказывал что майкл блумберг очень известный в америке человек там миллиардер такой и так далее вот и он выступал перед выпускниками университета в чикаго и сказал что вот вы заканчиваете университет и главное чему вы здесь научились не имеет отношения к вашим к вашей специальности понимаете поэтому значит он говорит если я пойду в университет я научу каким-то навыкам практическим а я их и без университета легко подхвачу понимаете и вы как бы ему не 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 возражаете на это то что надо было бы возразить но что сказать значит талант к бизнесу это отдельный как бы талант есть талант там к музыке это мы знаем что внутри так сказать музыкальных талантов да есть разные таланты да вот один там допустим классическую музыку исполняет а другой допустим джаз и это разные таланты поэтому ну не то что вот совсем уж разные но вот как-то вот человек который стал прекрасным классическим скажем там пианистом совершенно не обязательно был бы например таким же хорошим чем джазистом поэтому по-разному значит есть у человека есть какая-то склонность одаренность там и так далее надо развивать это ну вот почему не развивать почему же оставаться на том уровне на котором тебе природа дала может быть надо как-то еще тут дальше возникает вопрос значит если мальчик такой как бы прикладной да то есть он уже этим занимается он уже что-то зарабатывает он уже как-то в процессах каких-то и безусловно практическая деятельность сама по себе его развивает ну да конечно но есть живот например там бизнес-школы серьезные я уже не говорю там про то что просто вот они там бакалавра получают но есть же есть же еще школы там где люди мастера получат мбей есть шикарные мира в мировой известности школы мбейны хотя вот например роберт киесаки говорит что самая лучшая там бизнес-школа не научит тебя как вести бизнес она тебе говорит как работать по найму у другого она не сделает тебя бизнесменом и это тоже правда тоже правда в каком-то смысле но просто если у тебя есть талант предпринимательский и ты еще при этом знаешь много вот тогда ты выходишь просто на совершенно другую орбиту на уровень на другой и вот это то чего он может не получить недополучить если завязнет вот таком в местечковых операциях трехкопеечных когда он по сравнению с 18 летними с 19 летними с 22 летними будет чувствовать себя большим героем а когда будет ему допустим 40 он поймет что вообще вообще потерял то чего мог бы например не потерять но дело такое знаете есть люди которые например абсолютно счастливы делая какой-то небольшой бизнес вот я я например делаю бизнес небольшой но мне не хочется большого тебя спать спросите миша тебе хочется чтобы у тебя был бизнес там в сто раз больше оборотов чтобы там день я не хочу честно я абсолютно я и этот то не хотел я вообще никогда не хотел никого бизнеса делать но так уже сложилось и я прекрасно себя чувствую в мало в малом бизнесе понимаете поэтому может быть и он так вот будет не не всякий бизнес требует образование под даже по бизнесу да вот если бизнес небольшой начал должен просто понимать предметные области ну такой ремесленник фактически просто сейчас ремесленники более таким широким спектром вещей занимаются там search engine оптимизация ну и что это требует переди что ли там какой-то нет вот там 99 процентов этих людей там могли бы и среднюю школу не заканчивать тоже собственно и вот ваш мальчик он не заканчивая среднюю школу уже начал чем таким заниматься поэтому ну такой компьютерный ремесленник ничего плохого в этом нет если это его уровень амбиций да и он счастлив совершенно с этим делом отлично с другой стороны он еще такой молоденький кто кто же может сказать что там дальше будет я думаю что он поработав немножко увидит что есть другой уровень какой-то и пойдет и поучится и закончит вот с тем же как бы сказать напором энергии драйвом которые у него сейчас есть он пойдет и закончится там может быть даже какой-то престижное там как образование получит и так далее это все никто у него не отнимает но одно дело когда люди сразу посмотрите на его сверстников которые идут в университет не понимая вообще что они делают и зачем они делают и какая профессия у нас полный канал стонов и плача от молодых людей которых родители пихали они куда-то там пошли лишь бы иметь высшее образование а после этого они они во-первых в процессе обучения они несчастливы и бросают посредине или а потом или там второе образование потом будут получать и так далее может быть не я бы я бы его не стал трогать сейчас я бы с ним поговорил на предмет того что иди в бой так но имею ввиду что есть определенные высоты достичь которых можно только имея определенный уровень образования фундаментального образования не не вот эти вот навыки которые может там на ходу подхватить нет а посерьезно вот есть какие-то вещи которые без этого нельзя сделать но может она ему и не надо если бы вот мы с вами говорили в америке в американской жизни да то я бы конечно очень советовал ему в принципе иметь ввиду что учиться надо но может быть он бы работал и где-то там подучивался брал бы сколько-то юнитов там ну пусть он бы не за 4 года там закончил бакалавра получил ну за 6 это здесь очень принято на каждом углу вот но может быть вот там где вы живете там другие какие-то ну я не знаю правила игры что ли то есть ты можешь получить образование еще образование еще образование в итоге ты никому с ним нафиг не нужен если у тебя нет мохнатой лапы если ты взятки не даешь если ты там и они не не пьешь с кем надо там и так далее так какая разница что у тебя за образование поэтому если мы в таких правилах находимся так чё тогда вот поэтому уж мешать ты ему точно бы не стал безусловно я просто убедился бы что он понимает что есть перспектива какая-то немножко за этим я вам пример приведу такой в 2003 году я поехал в москву там ну по работе там на дней десять такого плана и собрались мои одноклассники там вот по 57 школе там математической все такие там продвинутые ребята и мы соответственно это было там 13 лет назад значит было нам там лет сорок семь сорок восемь такого плана и вот женщина ну девочка да там это я помню девочкой говорит мне ты знаешь как у меня сын он сам там закончил там я уже не помню там почем но вот он работает сейчас программистом на 1с и значит как ты считаешь будет она вот это это прилично это нормально или что надо ему делать то что вы там него когда люди говорят что надо что-то делать он там пальцы веером он такой крутой и он там работа у него есть он деньги там зашибает он вообще там поймал жар птицу за хвост я ей тогда говорю ты понимаешь бы история он может быть в течение какого-то времени может себя неплохо чувствовать в той мере в какой вот это вот 1с не будет заменена там еще чем-то там и так далее но понимаешь есть ограничения вот например с 1с он не может по рабочей визе поехать поработать там сша или там в англию или во францию или в германию или в австралию он не может ничего там привязан к чему-то и все поэтому если бы он писал там я не знаю на си плац плац то время был расхожий си плац плац там java если бы он при этом еще и образование компьютерное получил может быть в параллель то где-нибудь глядишь там к тридцатничку да уже вполне мог бы махнуть куда-то там на запад и тогда но если человеку не надо быть если вот то есть не каждый человек хочет быть вот какого-то как мира международной конвертируемости уровня вот этого ну так и не надо и надо дать вещам так сказать случится но как бы очень ценно что он рвется в бой очень ценно что он чего-то делает очень ценно что уже вот какой-то талант такой себя проявил это очень здорово не дай бог это все загасить или там как-то повредить этому вот и и второй аспект вот но все-таки все-таки не проморгать не профукать масштабы таланта да то есть если там маш талант масштабный дать этой масштабности случится и может быть надо какое-то время не в своем бизнесе быть а может быть у кого-то поработать чтобы понять что то такое для себя чего нельзя понять в малом бизнесе вот так ну короче что тут скажешь люди такие как бы совсем ортодоксальные они вам скажут а вот посмотрите на билл гейтса вот он даже не закончил образование он кстати не единственный такой который не закончил вот там миллиардеры ходят но он достаточно уникален то есть вот нет не то что сплошь и рядом там пацаны не закончившие университетов значит выходят вот на такой уровень поэтому он уже перерос образование которое давал университет он его перерос он в 20 лет уже не за может быть преподавать бы мог там же то есть есть люди как бы абсолютно одаренные и в бизнес в их техническом плане там и так далее но их же один там на на 100 миллионов чем мы будем поэтому конечно в современном мире образование не играет такую роль как она играла вот допустим в наше время когда очень многое зависело от навыков которые мы там получаем предмет конкретных знаний там по предмету и так далее сейчас это гораздо более широкие такие навыки которые мы например в наше время никто и задачи такой не ставил там communication да какой нафиг communication там договариваться с людьми работать боже какие вообще какие с людьми работать если есть я такой дар божий значит есть если нет значит нет вот собственно и весь разговор поэтому я я как бы все-таки считаю что образование что хорошая важная полезная вот но если его свести к тому что я могу навыки в другом месте значит там приобрести по ходу дела по чуть-чуть это просто как бы не понимание что есть образование может быть он потому что не понимает поэтому и не хочет вот а в каком формате он образование получит это конечно уже отдельный вопрос я припоминаю что в наше время не поступление в университет означало автоматический призыв в армию и как бы многих вот это стимулировало не хотелось служить в армии вот ребята шли в институт там и так далее то есть вот был такой стимул значит я не знаю как у вас сейчас с этим делом но как-то вот я не слышу чтобы в письме хоть слово было сказано на эту тему то есть может быть сейчас нет такого призыва или там как-то они отмажутся от этого призыва какие-то у них там есть способы я не знаю но в общем то я думаю что маме беспокоиться особо не надо парень самостоятельный так он в этом мире в этом мире сегодняшнем ориентируется лучше чем родители его которые даже не понимают очень что там происходит и почему он вот там какие-то результаты получать поэтому если вы будете ему как бы там навязывать чего-то вы просто потеряете последний как бы авторитет как люди абсолютно устаревшие и мнение которых ну может быть он вежливо вас выслушает я не знаю или так скажем до какого-то момента будет выслушать а потом уже и слушать не станет вот поэтому я бы не лез не мешал и дал бы ему развиваться так как он пока сам этого хочет спросит совет найти спросит совет вы ему скажете но может и не спросить такая вот такая у нас дилемма все друзья счастлива и я хочу сказать что напоследок сказать что здорово что появилась возможность вот такая у наших детей понимаете появилась возможность вот так свою жизнь решать то в наше время мы не могли так не было возможности делать бизнес ну то есть так если в тюрьму сразу может быть вот на этом уровне поэтому другой мир слушайте в этом мире можно и так и можно так а можно еще как то появились другие пути вот поэтому я думаю что вот на этой ноте хорошие добрые надо расстаться нам с вами потому что это здорово это здорово что у парня которые предприимчивы есть возможность заниматься предпринимательством без того чтобы там не знаю законы нарушать там с блатными там с ментами которые прикрывают шухер и тогда вот без этого вот вот это очень здорово счастливо